Live Format Всем привет! Меня зовут Денис, а сегодня у нас на связи Александр. Привет, Денис. Две копейки, 83-й год. Как правильно с помощью металлоискателя найти клад или сокровище? Практически все найденные клады были найдены случайно. Но так или иначе можно выделить несколько основных моментов, которые помогут в поисках клада. Первый момент – это нужно понимать то, что клад был спрятан не просто так. Прятали клады почему в основном? Это из-за войны, люди бежали от войны и по-быстрому прикапывали свое имущество. Или прятали его где-то. Или из-за каких-либо политических репрессий. Так или иначе люди от чего-то прятались и прятали, соответственно, свои сбережения. Где можно найти клад? Клад можно найти… Самое первое основное место – это в деревнях. В деревнях, которые еще существуют, клад можно найти под полом, под печкой, под забором, на чердаке, в огороде. Также клад можно найти в деревнях, которых уже не существует, где голое поле. Для этого нужна старая карта, небольшие познания, определить, что вот на этом поле раньше находилась деревня, сейчас ее там нет. Это искатель в руки и пошел искать. Также в местах, немножко отдаленных от деревни, всякие овраги, большие дубы – это показатели, где люди тоже могли спрятать сокровища. Значит, дальше вдоль трактов или старых дорог люди по ним ездили, мошенники, разбойники и все такое. Люди убегали, тоже прятали там свои денежки. Реже клады встречаются на местах старых базаров, рынков, каких-то лавок. То есть, это все зависит от удачи. Ну, как я уже говорил, клад, как правило, находят всегда случайно. И поэтому начинающим копателям я бы посоветовал просто копать на местах исчезнувших деревень или трактиров. Также посоветовал бы искать на месте старых дорог. Там хотя бы можно просто найти хорошие, ценные находки. Также для начинающих копателей небольшой лайфхак. Чтобы не тратить деньги на карты, которые очень дорого стоят, просто едьте на ближайшее к своему дому поле. И можно определить, где стоял дом, стоял ли он там вообще по черным пятнам на земле. Также обычно старые большие одиночные дубы, это тоже показатель, что раньше-то тут стояла деревня. Старые яблони. Также на поле будет по-любому, если там стояла раньше деревня, там будет очень много битой старой посуды керамической, очень много. Будет старый каленый кирпич, это никуда не денется за время. Это будет там, это будет сразу показателем, что там стояла деревня, дом или что-то такое. Чем твой блок отличается от других? Хороший вопрос. На самом деле, отличие от конкурентов только, наверное, одно. Это то, что у конкурентов конкуренты в кадре, а у меня я. Все, все отличие. По сути, я делаю ничего нового, делаю все то же самое, что и делают все. Потому что нового здесь ничего не придумаешь и не изобретешь. Так что я просто делаю то, что мне нравится. Как и все они. Поэтому, может быть, привлеку аудиторию чем-то с, не знаю, может, подачей. Поэтому я буду делать просто то, что я хочу. Я буду строить землянки, готовить еду на природе, в казане, в котелке. Это очень круто, здорово. Шалаши различные, какие-то элементы минимальные с выживанием. Также этим летом хочу ходить на так называемые челленджи по выживанию. Знаете, там, 24 часа без еды в лесу провести. Ну, в таком стиле все. Я думаю, это прикольно, это интересно смотреть. Мне лично интересно смотреть такие видео у других блогеров. Ну, думаю, что и людям будет интересно смотреть и мои видео. Может быть, у меня будет какая-то своя особенная изюминка. Посмотрим, как оно будет и будет ли это нравиться людям.